Красная шапочка В одной деревне маленькая девочка, такая хорошенькая, что лучше ее и на свете не было. Мама любила ее без памяти, а бабушка еще больше. Ко дню рождения подарила ей бабушка красную шапочку. С тех пор девочка всюду ходила в своей новой нарядной красной шапочке. Соседи так про нее и говорили. Вот красная шапочка идет. Как-то раз испекла мама пирожок и сказала дочке. Сходи-ка ты, красная шапочка, к бабушке. Снеси ей этот пирожок и горшочек масла, да узнай, здорова ли она. Собралась красная шапочка и пошла к бабушке в другую деревню. Идет она лесом, а навстречу ей серый волк. Очень захотелось ему съесть красную шапочку, да только он не посмел. Где-то близко стучали топорами дровосеки. Облизнулся волк и спрашивает девочку. Куда ты идешь, красная шапочка? А красная шапочка еще не знала, как это опасно останавливаться в лесу и разговаривать с волками. Поздоровалась она с волком и говорит. Я иду к бабушке и несу ей вот этот пирожок и горшочек масла. А далеко ли живет твоя бабушка? Спросил волк. Довольно далеко, отвечает красная шапочка. Вон в той деревне за мельницей, в первом домике с краю. Ладно, говорит волк, я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придет, сказал это волк. И побежал, что было духу, по самой короткой дорожке. А красная шапочка пошла по самой длинной дороге. Шла она не торопясь. По пути то и дело останавливалась, рвала цветы и собирала в букеты. Не успела она еще и до мельницы дойти. А волк уже прискакал к бабушкиному домику и стучится в дверь. Пук-пук-пук. Кто там? Спрашивает бабушка. Это я, внучка ваша, красная шапочка, отвечает волк тоненьким голоском. Я к вам в гости пришла, пирожок принесла и горшочек масла. А бабушка была в это время больна и лежала в постели. Она подумала, что это и в самом деле красная шапочка, и крикнула. Дерни за веревочку, дитя мое, дверь откроется. Волк дернул за веревочку, дверь открылась. Бросился волк на бабушку и разом проглотил ее. Он был очень голоден, потому что три дня ничего не ел. Потом закрыл дверь, улегся на бабушкину постель и стал поджидать красную шапочку. Скоро она пришла и постучалась. Тук-тук. Кто там? Спрашивает волк, а голос у него грубый, хриплый. Красная шапочка испугалась бы, но потом подумала, что бабушка охрипла от простуды. И оттого у нее такой голос. Это я, внучка ваша, говорит красная шапочка. Я принесла вам пирожок и горшочек масла. Волк откашлялся и сказал потоньше. Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется. Красная шапочка дернула за веревочку, дверь и открылась. Вошла девочка в домик, а волк спрятался под одеяло и говорит. Положи-ка, внучка, пирожок на стол, горшочек на полку поставь, а сама приляг рядом со мной. Ты, верно, очень устала. Красная шапочка прилегла рядом с волком и спрашивает. Бабушка, а почему у вас такие большие руки? Это чтоб покрепче обнять тебя, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие уши? Чтобы лучше слышать, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие глаза? Чтобы лучше видеть, дитя мое. Бабушка, а почему у вас такие большие зубы? А это, чтобы скорее съесть тебя, дитя мое. Не успела красной шапочкой и охнуть, как злой волк бросился на нее и проглотил вместе с башмачками и красной шапочкой. Но, по счастью, в это самое время проходили мимо домика дровосейки с топорами на плечах. Услышали они шум, вбежали в домик и убили волка. А потом распороли ему брюхо, и оттуда вышла красная шапочка, а за ней и бабушка. Обе целые и невредимые. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok